Олег Константинович Попов Мне выпала огромная честь быть другом его, сопровождать его на гастролях многие годы, общаться, дружить, знать его хорошо, писать о нем книгу. Поэтому я хотел бы в коротком видеоинтервью рассказать только самые общие фрагменты из его великой жизни. Он родился в 1930 году, в том самом году, когда Карандаш уже закончил цирковое училище. Он родился в поселке Железнодорожном, который сегодня находится недалеко от Москвы. Отец его работал часовщиком на часовом заводе. Мама имела очень редкую сегодня, даже, мне кажется, исчезнувшую профессию, ретушеров фотографии. Она подрисовывала тени или щечки, делая ярче на фотографиях, поскольку цветных фотографий тогда не было. Отец был настолько блистательным мастером, что однажды пришел заказ второму часовому заводу изготовить часы для Сталина. Мало кто знает, что Сталин был коллекционером часов. Я как-то прочитал у Москребушева в его рассказах о том, что знающие люди привозили Сталину часы с разных континентов. Он был, конечно, не меркантилен абсолютно, его не интересовала ценность, просто сами механизмы его радовали. И вот тогда, когда часовой завод московский сделал часы персонально для вождя всех народу, к несчастью, к трагедии эти часы остановились. И отца Олега Константиновича Попова расстреляли. Там вообще была такая очень семья, потому что дедом Олега Попова был священник. И вся семья от деда и дальше назад, все были священники. И фамилия Попов происходит от того, как раз, чем занимались эти люди. Мама очень переживала, чтобы у Олега не было никаких неприятностей. Они жили в железнодорожном, в трехкомнатной квартире, занимали одну комнату, а две другие комнаты занимал инженер-химик, известный человек, известный своими опытами, своими работами. Когда началась война, в Москве наступил голод и в железнодорожном тоже, то этот химик, чтобы выжить, стал в ванной их квартиры производить мыло. Олег Попов говорит, мы привыкли к мылу, к хозяйственному, огромный такой брутальный коричневый кусок. А он делал такие маленькие кусочки прозрачные, которые пакали лимоном, апельсином, через которые можно было смотреть на солнце. Это мыло было такое красивое, что его хотелось съесть, говорил Попов. Ну и, видимо, для того, чтобы семья соседей не донесла на него, он предложил матери Олега, чтобы Олег такой шустрый мальчишка, 11 лет, чтобы он отправился на рынок и там продавал бы эти кусочки мыла. Олег отправился на рынок. Барахолка, как у нас принято называть эти рынки, была вообще местом особым в жизни Попова. Он говорил, что в голод, в войну, он видел там торты, огромные куски хлеба, сала, его любимую колбасу, любительскую, с кусочками шпика. Когда закончилась война, он говорил, и самым большим счастьем, которое, если человек доживет, была бы бутерброд с любительской колбасой и чай с сахаром. Олег Константинович очень много голодал, и это отразилось на всей его последующей жизни. Барахолка была его любимым местом отдыха. Куда бы мы ни приехали, во Франкфурт-на-Майне, в Париж, в Лондон, в Копенгаген, он всегда в выходной день просил его отвезти на Фломарт, так как называются старые рынки, называются в Европе. Конечно, эти рынки в Европе отличаются от наших, потому что там продаются не какие-то отрепья, а продаются старые фарфор, старые бронзы, какие-то интересные механизмы. Олег очень любил это все, собирал и что-то мастерил из этих покупок. В первый раз, когда он явился туда, он продал это мыло своего соседа за 10 или 15 минут, оно разлетелось мгновенно, потому что Попов мне говорил, что хлеб и мыло на рынке в войну имели одинаковые ценности. Мыло было огромным дефицитом. И тогда вокруг него собралась шпана, бандиты, которые тоже были мальчишки, но постарше его, и обступили его и сказали, ну-ка, давай деньги. Олег был мальчишка с характером. Он залез в карман и изобразил, что у него там нож, он сказал, кто первый подойдет, зарежу. Как ни странно, это подействовало, его отпустили, и впоследствии он появлялся на рынке, и его больше уже не трогали. Война очень тяжело отразилась на семье Поповых. При той мизерной зарплате, которую приносила его мать, она, конечно, привела их к отчаянию и голоду. Олег заболел. Заболел тифом. При этой страшной болезни одним из способов излечения является хорошее горячее питание. И он говорит, я никогда не забуду, когда мама меня кормила манной кашей, и я сначала съедал ее порцию, а потом она мне отдавала свою. Она сидела надо мной и плакала, и я видел ее слезы в каше. В 14 лет он отправился работать. Работать он пошел слесарем в газету «Правда». Существует, как известно, издательство «Правда», и там есть типографии. Вот в этой типографии был слесарный цех, который изготавливал все необходимые инструментарии для напечатания главной газеты страны. Их пришло сразу несколько мальчишек, человек 5-6-7, старый с седой слесарь сказал, вот вам задание, вот стоит там множество сверлильных станков, вот вам болванка, просверлите, и потом мне покажете, кто что сделал. Мальчишки баловались, шумели, хулиганили, кто как просверлил. Олег, который еле доставал до станка, подставил себе подставочку, просверлил, выключил станок и подмел за собой. На работу взяли его одного. С той поры он очень любил слесарец. У него был, как клоунадик, этому делал большой талант. У него были золотые руки. Всегда рядом с местом, где работал Олег Попов, находился какой-нибудь вагончик или комнатка, в которой находились его подделки, его станки. На которых он что-то делал. Я часто интересовался, говорю, Олег, а что это такое, что это там делать? Он говорит, я это делаю для реприз. Я покупаю какую-то вещь, еще не знаю пока, какая должна быть реприза. Я делаю трюк. Ведь в репризе должен быть трюк. А потом из этого трюка рождается драматургия. Например, однажды он купил гоночную, радиоуправляемую машину. Ну, как всякий клоун, он был, конечно, мальчишкой и ребенком до конца жизни. Купил эту машину, долго с ней играл, а потом взял кепку свою клетчатую, положил на эту машину и стал ей управлять. И я увидел эту игру на манеже, когда кепка ездила вправо, влево. Я говорю, Олег, что это? Он говорит, пока не знаю. Но вот есть такой трюк, значит, будет реприза. У него репризы рождались из трюков. Большинство известных наших отечественных клоунов, которые пришли потом после Попова, как ни странно, имели небольшой арсенал в репертуаре. Например, тот же Куклачев или Майхровский имели 5-6 клоунат, не больше. У Олега Попова в репертуарном листе было 250 репризов. Он сочинял их с легкостью, он не боялся экспериментов. Потому что все известные клоуны боялись делать новые репризы с тем, что вдруг их ждет неуспех. Я дружу с одним бывшим клоуном, который одну из реприз своих готовил 20 лет и боялся выпускать иную манеж. У Попова этого не было. И вот он слезарил. И когда ему задавали вопрос, а как же вы попали в цирк? Вы думали, мечтали? Он говорит, нет, я любил цирк, как все дети. Папа еще до расстрела привел меня в цирк. Там был клоун, и он подарил мне шарик. Это известная история, что Олег и взял, сдул этот шарик, положил его в книгу и хранил его многие годы как реликвию о цирке. Но любимым развлечением мальчишек того времени, несмотря на войну, было, конечно, кино. А самым любимым в кино были короткометражные фильмы Чаплина. Попов ходил по ним по несколько раз, как и все мальчишки. Он засматривался, он был влюблен, знал наизусть репризы Чаплина. И вот однажды, в обеденный перерыв, мальчишки из типографии «Правда» играли в футбол с другими, коренастыми, крепкими ребятами. Олег поинтересовался, ребята, вы откуда? А мы из циркового училища, которые рядом с типографией «Правда». Он задал вопрос, первый вопрос мальчишек военного времени. Вам карточки дают? Дают. А сколько хлеба? Оказалось, что хлеба в цирковом училище, поскольку там физические нагрузки, давали на 100 грамм больше. Олег Попов был человеком очень откровенным. Он говорил о себе с искренностью Толстого, он выворачивал себя наизнанку. Когда его спросили, почему мы пришли в цирк, он сказал, там хлеба было на 100 грамм больше. Хотите, смейтесь, хотите, считайте это примитивом. Но мальчишка военного времени, которому в год победы было 15 лет, пришел в цирковое училище, и кусок хлеба сыграл очень важную роль. В цирковом училище он быстро освоился, он был спортивен, он удивительно прыгал. В 60 лет, когда ему исполнилось 60 лет, на юбилее, которое я делал в Большом Московском цирке, Олег Константинович исполнил комбинацию, которая когда-то для акробатов была КМС, кандидатом мастера. Он прыгнул рундант, фляг задний, сальтоморталь в 60 лет. А тогда он прыгал как мяч. Ему определили жанр. Жанр – это эксцентрик на свободной проволоке. Ну, цирковые слушатели знают, что такое свободная проволока. Есть туго натянутая, есть свободная проволока. Сложный жанр. Работать и балансировать на этом очень сложно. Олег много раз говорил, что благодаря этому жанру он не спился. Я знаю его как человека, ну, нормально, как бы, нормально выпивающего чуть-чуть, но никогда, даже пьяница его нельзя было назвать. Сказал, ты не знаешь, что такое, говорит, 40-е, 50-е годы. Обязательно после программы приходил за кулисы, за кулисы человек и говорил, кто клоун? Мне надо с тобой выпить. Отказывались ни от нас, ты не уважаешь рабочий класс и так далее. И клоуны практически все тогда, в те времена, были серьезными пьяницами. Олег говорил, но я однажды, один раз в жизни выпил, прежде чем выйти на манеж. И потом он показывал на голове страшный рубец. У него на затылке рубец. Видно, что это было хирургическое вмешательство, потому что свободная проволока, такая опасная штука. Он говорит, меня выбросило ногами вверх, и я на голову упал. Это был знак Божий. Олег был очень верующим человеком. И с той поры он никогда не выпивал в манеже, никогда себе этого не позволял. И вообще вел нормальный образ жизни. В 1947 году, когда он учился в училище, справлялся один из юбилеев советской власти. И за год, за месяц или за два, в Лефортово на стадионе собрали спортсменов, крылья советов, профсоюзных спортсменов, танцоров, цирковое училище. И готовили огромное стадионное шоу к юбилею советской власти. Все жили в общагах, молодые ребята вечерами гуляли, выпивали. Олег каждый вечер и каждую ночь шел в Лефортовский, там есть такой парк, натягивал канат, веревку свою, канат натягивал между двух деревьев, и всю ночь репетировал. Он рассказывал мне, что ночами он репетировал, и когда видел звезды, молился и говорил, Господи, пошли мне успех. Вот эта вот ночная молитва меня очень трогает. Я думаю, что тот космический успех, который испытал в своей жизни Олег Попов, к нему пришел именно тогда, в том лесу у Лефортовского. Господь услышал этого мальчишку и послал ему успех, о котором мечтать довольно трудно. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса с очень потрясающей цифрой. 60 лет в топе шоу-бизнеса. Что это означает? Это означает, что Майкл Джексон был известным, популярным мега-звездой 25 лет. Витн и Хьюстон 20 лет. Принц 20 лет. А Олег Константинович Попов был популярен, особенно на Западе, последние годы, 60 лет. В мальчишеские годы он подружился с педагогом, который предлагал ему репетироваться, увидев, что мальчик шустрый, интересный, с юмором, предлагал ему разучивать разные миниатюры, новеллы. И с этим они ездили на разные, как называлось тогда, халтуры. Вообще, халтуры – это выступления в клубах, во дворцах культуры, в маленьких, на обидных перерывах, на фабриках, заводах. Студенты циркового училища все, без исключения, ездили на эти халтуры. Мало того, это поощрялось руководством. И правильно, потому что чем чаще они выступали, тем больше они обстреливались на зрителях. И уже к выпуску они выходили серьезными актерами. У Олега с этим педагогом получались бесконечные концерты. Концертов было 5-6 в неделю. Они ездили по всей Московской области. Он говорит, что мы сочиняли, вспоминали старые клоунады, старые репризы. С одного, практически без репетиции, выходили в каких-то клубах, исполняли. Олег прыгал, стоял на катушках, исполнял какие-то эквилиберистические моменты. И они вдвоем разыгрывали клоунады старинные. Потом они их изобретали. Потом они изобретали эти свои будущие выступления уже в электричках. Вот оттуда, с того времени, у Олега Попова пошла традиция не бояться новых реприз. В 60-е годы, когда он работал на манеже московских и вообще советских цирков, у него очень много было разговорных реприз. Он их сочинял и делал чуть ли не раз в неделю. Потом, со временем, когда в основном уже были зарубежные поездки, клоуны наши перестали разговаривать, реприз было поменьше, но, тем не менее, он их сочинял. Сочинял до конца своей жизни. И вместе с Габи, со своей женой, они делали репризы, в которых могла и она играть, и он. Это были интересные, всегда интересные, всегда свежие произведения. Режиссером-постановщиком, выпускавшим Олега Попова из училища, был потрясающий режиссер Морозов. Это знаменитый режиссер, который был мужем Валентины Сурковой, нашей великой гимнастки. И нашего режиссера Катерины Морозовой. Серьезный, интеллигентный, глубокий человек. Вместе с художником из Мосфильма, Судакевич, они придумали Олегу, придумали такой костюм. Красный жилет, черный пиджак, полосатые брюки. Кепки не было. Кепку он действительно нашел на складе Мосфильма. Она появилась случайно, стала его символом. На выпуске номер в эксплуатацию принят не был. Был устроен страшный разнос, конечно, который касался прежде всего режиссера-постановщика. Его обвинили в смертельном тогда грехе в космополитизме. Сказали, что это все дань зарубежному делу, и что нужно срочно номер переделывать. В таком виде советскому зрителю номер показан быть не может. Морозов заболел. Кое-как они начали переделывать номер, превратили в какую-то утреннюю зарядку. Просыпался на проволоке артист, потом что-то он сушил вещи, потом что-то он еще делал. Такая была мини-клоунадка в того времени. И вот с этим репертуаром он поехал в Белиссию. В Белиссию там всегда советская власть была не на 100%. И другое было немножко отношение и к постановлениям правительства, и ко всему. Олег показал свой новый номер, вот этот вот, с физзарядкой. И папа Ладо, так называли директора цирков, старого артиста, который был папой для всех артистов, он его поглавил, сказал, молодой парень, ты вот стой здесь, зарплату получать будешь, а такой номер показывать не надо. И он проработал так месяц-два. И однажды во время репетиции он репетировал тот первый номер, с которым его выпускал Морозов. Папа Ладо оказался в боковом проходе, увидел этот номер и сказал, ну-ка иди сюда. Олег побежал к нему, он ему ударил по щекам и сказал, ты почему мне этот номер, ты почему два месяца здесь, мне ерунду, немеркально сегодня вечером работаешь. И с этой поры у Олега начался успех. Он странно выглядел, у него были такие, как говорят, ворковного цвета белые волосы, блондин, он носил их до плеч. Причем Олег говорит, что я носил длинные волосы, когда еще никто не знал о хиппи. И в этом был элемент эксцентрики. Он был удивительно обаятельным, на манеже просто, но вот такой потрясающий, яркий, обаятельный блондин на этой проволоке. Далее знаменитая история в Саратове, когда клоун Боровиков сломал ногу, а клоун был популярный, и на него ходила публика. И директор цирка взмолился, Олег, вы не можете не выручить нас. Вы выходили к Боровикову, в 2-3 реприза помогали. Выйдите, отработайте хотя бы 3-4 клоуна. И тогда Олег вспомнил те репризы, которые они наработали с педагогом Гринье, с которым они ездили на этих электричках, на разные халтуры. И он сыграл несколько репризов. Успех был неожиданным, потому что клоун, это все равно какой-то загримированный, какой-то странный. А здесь человек с открытым лицом, с длинными волосами, современный, молодежный. Вдруг исполняет веселые шутки, клоунады. А потом еще работает прелестный номер на проволоке. Директор цирка написал телеграмму, благодарственную в Росоюзгусырк. И как не смешно, оттуда пришла разнарядка. Клоуну Олегу Попову отправиться в Ригу. То есть Олег в воле случая уже поехал в Рижский цирк. Не с номером эксцентрик на проволоке, а клоуном. А вот в Риге Олега ждал триумф. Многие латыши принимали блондина, работающего в Манеже, за латыша. Они думали, вот он, прибалтийский наш клоун, обаятельный и все. И в городе, и по улицам, когда Олег ходил, его узнавали и обращались к нему по-латышски. Успех был очень большой. И вот этот успех произошел в тот самый момент, когда Советский Союз открыл железный замороз. И стало возможным уездить нашим деятелям искусства и культуры за рубеж и принимать встречные зарубежные настроения. Формировалась первая программа цирка для выезда в Бельгию. Первая лучшая программа. Формированием программы занималась лично Екатерина Алексеевна Фурцева. Надо отдать должное этому великому министру, что до последнего дня пребывания на своем посту все зарубежные поездки, которые происходили у Советского цирка, отправлялись в путь из кабинета Фурцевой. Она собирала в конференц-зале всю программу, иногда это было больше ста человек. Говорила добрые слова, напутствовала. А встречал уже замминистра, который там выяснял, какие были замечания, еще что-то такое. То есть этим зарубежным гастролям придавалось огромное значение. Собрали потрясающую программу. А вот с клоуном проблема. Потому что лучшим и неповторимым, и главным клоуном Советского Союза, конечно, был Михаил Николаевич Карандаш Румянцев. Но отправлять его побаивались. У Михаила Николаевича был грешок типичный для русского человека. Он немного выпивал. И чиновники боялись отправить карандаша. А вдруг он сорвет представление. А вдруг там устроит какой-нибудь скандал. И тогда приняли такое решение. Давайте отправим молодого клоуна. Вот появился молодой, только что появившийся. Если не пройдет, не понравится публике, скажем, ну что вы хотите, он совсем молод. Вместе с ним отправили еще молодую пару, как бы для подкрепления клоунов Мозеля и Савича. Олег Попов приехал в Бельгию вместе с потрясающей программой. И сразу, при том, что в программе были лучшие номера нашего церкви, Синьковская и Александр Кис, он стал актером номер один. О нем писали газеты. Его снимало телевидение. Потому что на манеже появился клоун без грима. Клоун. Молодой парень, который сошел, вышел из зрительного зала и начал веселить публику. Успех у всей программы и у Олега Попова был потрясающий. Позже в Лондоне известно, что невозможно было достать билеты на эту программу. И зрители в очередях стояли ночью, и ночью жгли костры на улице, чтобы согреться. Вот такой примерно был успех и в Брюсселе. А тогда в Брюсселе был очень умный, очень толковый посол, который решил разыграть карту цирка в построении дипломатических отношений с Бельгией. Был какой-то очередной прием у бельгийской королевы. И туда был приглашен посол, и они попросили, чтобы пришел кто-то из цирка. Посол пригласил из цирковой программы больше ста человек, пригласил только Олега Попова. Этот случай, конечно, серьезно повлияло на его будущее. Олег говорит, что он пришел, как тогда модно было среди них, в черных сатиновых физкультурных штанах с резинками внизу, в тапочках, ну, какую-то специальную одел такую футболку с замком. То есть он пришел, как все наши люди, одеваться было не во что, плохо. Находясь в Брюсселе, деньги, естественно, экономились. А в зале, конечно, все были во фраках и вечерних платьях. И усадили Олега прямо напротив королевы Бельгии. А рядом с ней сидела ее дочь, принцесса, 19-летняя. Олег был шокирован количеством приборов вокруг тарелки. Там было, ну, чуть не 12 вилок и ножей. Он обратился к послу, который сидел с ним рядом, и сказал, я не знаю, как этим пользоваться. Он говорит, ничего страшного, смотри за мной. Олег был очень зоркий, он такой боковой зрением, он актерский был, очень цепким. Какие-то вещи не надо ему повторять было два раза. Он сидел напротив королевы с принцессой, а те на него смотрели влюбленным взглядом. Они несколько раз видели его в цирке, и он им очень нравился. И вот когда подали птицу, птицу, как известно, надо есть руками, Олег ее ел руками. Руки оказались масляными, и им подали воду. Положено, как известно, по этикету, подать теплую воду, в которую можно пальцем помыть и салфеткой вытереть. Но воду эту подали в каком-то очень красивом сосуде. Она была красного цвета, там плавали ягоды, там плавали разные цветочки. Олег подумал, что это компот, и выпил, выпил громко, прямо перед лицом у королевы. Сказать, что это была бомба, мало того, просто королева с принцессой упали со стульев, и смеялись под столом в прямом смысле слова. Потом королева оправилась и сказала, какой тонкий юмор. Ведь это ирония над всем нашим придворным этикетом, над нашим чванством, над нашими двадцатью вилками. Какой потрясающий тонкий комик. Солнечный клоун. С той поры Олег Константинович стал солнечным клоуном. Посол написал телеграмму в Москву, и Олег вернулся в Москву в двадцать четыре года. Стал заслуженным артистом Российской Федерации. Солнечный клоун.